Продолжайте, время пошло. Добрый день. Я немножко перефразировала, если мне так позволено было бы название, потому что если любого диагноста спросить, да и в принципе любого врача, что такое рецидив и как он себе его видит, то понятно, особенно в голове и шее, это будет плюс ткань, да? Плюс ткань, которая еще плюс накапливает контрастный препарат, вот рецидив. О чем здесь говорить? Но жизнь показывает, что информативность КТ, МРТ, она стоит как бы на определенном уровне. Сейчас, слава богу, у нас появилась позитронно-эмиссионная томография уже широко. И этот уровень преодолеть не получается. Почему же это происходит? Не аппараты виноваты тогда врачи? Нет, просто существует определенный ряд ситуаций, от которых я бы хотела бы оттолкнуться в нашем докладе. Это ожидаемые изменения тканей. Ожидаемые изменения тканей, которые визуализируются при компьютерной магнитно-резонансной томографии. После операции, конечно же, это будет или дефект тканей, при этом внутренний контур, если все идет хорошо, должен быть сглажен. Ну, допустим, пациент после удаления верхней челюстной пазухи. Мы себе представляем примерно компьютерную томографию такого пациента. Ткани по краю резекции будут уплотнены, и воскулиризация по краю резекции будет снижена. То есть это та идеальная ситуация, когда здесь любой диагноз может сказать, что рецидив здесь не предполагается. Вот приблизительно картинка иллюстрирует такую ситуацию. Другой момент. Если дефект ткани большой, конечно, никто не оставит такой дефект, и он закрывается пластическим материалом. И здесь начинаются свои особенности. Если пластический материал небольшой и содержит преимущественно жировую ткань, тогда сложности у диагноста меньше. Почему? Потому что мы будем ориентироваться на края лоскута и ожидать рецидива здесь. В принципе, достаточно посильная задача. Хуже, когда дефект крупный, и кладется большой массив тканей, включающий и жировую клетчатку, и крупную мышцу. Большая грудная, например. Вот здесь начинается ряд очень интересных моментов, потому что эта часть тканей мышцы подкожно-жировой клетчатки, она денервирована. В ней происходит атрофия, и это приводит к тому, что изменяется структура волокон мышц, и может приводить... Уже эта мышца не выглядит как мышца. Мы ее начинаем воспринимать как нечто объемное, того, чего там быть не должно. И, в принципе, мы бы не видели пациента. Это первое наше с ним контакт после операции. Как перейти от этой ситуации, мы чуть позже поговорим. Поэтому в таких случаях бывают ошибочные моменты или настороженные заключения, я бы сказала. Вот как выглядит такая мышца. Она пониженной плотности. Порой не всегда у нее бывают четкие контуры, которые позволят понять, что это как раз и есть мышца. И у врача, у которого небольшой опыт обследования таких пациентов, в принципе, может забить панику. Другая ситуация. Ожидаемые изменения ткани после лучевой терапии. Вот здесь особые проблемы возникают у диагностов, потому что наш любимый метод магнитно-резонансной томографии начинает нас подводить. Очень чувствительный он к отеку тканей, к отеку мышц подкожно-жировой клетчатки и клетчатки межмышечной, отек заглоточного пространства. Контрастный препарат, повышается накопление контрастного препарата в этой ситуации, потому что условно это воспалительный отек. Утолщаются структуры гортани, слизистого и подслизистого слоя. И ожидаемое на фоне отека визуализировать опухоль не получается. То, чего от нас ждут клиницисты, мы попадаем в достаточно неприятную, такую щекотливую ситуацию. И на самом деле это сложности. Итак, носоглотка, ротоглотка и прозрачные пазухи. Те три таких больших группы, о которых хотелось бы очень быстро сказать, с учетом нашего времени и моим умением разговаривать очень много. Итак, какие же ожидаемые изменения будут в носоглотке? Ну, операции, слава богу, как будто меня учили, что вы не проводите. Поэтому мы сразу перечеркнем этот вопрос. Ожидаемые изменения после полихимиотерапии и лучевой терапии. Дело в том, что мы сталкиваемся, специалисты компьютерной магнитно-резонансной томографии, с тем, что не всегда объемные образования уходят полностью. Как на данном примере. Массивная опухоль Т4. И посмотрите. 2012 год и 2014. Прошло два года. Объем сохраняется. Прошло еще два года. Объем сохраняется. Этот объем не уйдет. Единственное, что нас успокаивает, о том, что он не меняется, и он не воскулиризирован патологически при измерении единиц Хаунсфилда. Конечно же, я не буду скрывать о том, что мы историю смотрим и ориентируемся на золотой стандарт обследования пациентов с опухольной носоглоткой, на фиброскопию. Но мы прекрасно знаем, что существует подслизистый рост, особенно в рецидивных процессах. Поэтому на сохраняющиеся объемы или на объемы после проведения лечения в процессе носоглотки мы очень настороженно и внимательно наблюдаем. Другая ситуация. Когда не все так гладко после проведения лечения. 2013 год. Массивная опухоль Т4 носоглотки. Проходит год. У нас сохраняется объем, но уже мышцы начинают структурироваться. Мы уже видим между ними жировые прослоечки. Накопление может сохраняться. Есть такой момент, как чувствительность тканей после лучевой терапии. Есть пациенты, у которых достаточно повышенное накопление контрастного препарата в этой области. И проходит еще 4 года. И мы видим, что в принципе есть ткань уплотненная, которой даже можно измерить размеры. Она достаточно четкая. Это фиброз. Вот фиброз иногда накапливает контрастный препарат. Но в меньшей степени, чем мы бы ожидали от рецидива. И это нас спасает. Возникают ситуации, когда наш золотой стандарт нам не помогает. Все вопросы обращаются к диагностам. И мы пытаемся как-то из этой ситуации выкрутиться. Пациент после проведения уже лечения. 2011 год мы видим, что некоторая асимметрия носоглотки все-таки сохраняется, внутренняя сонная артерия. Пациент приходит через 3 года, и мы видим, что внутренняя сонная артерия у нас сужена. Есть объемное увеличение. Но мы научены горьким опытом. Так иногда фиброзируются ткани. Но при магнитной резонансной мы идем от простого к сложному. При магнитной резонансной мы уже видим этот объем. Но фиброскопия нам не позволяет доказать то, что мы видим. Является ли это однозначно рецидивным процессом. На помощь нам приходит ПЭД. Но мы сегодня не о нем говорим. Ротоглотка ткани дна полости рта. Какие же здесь ожидаемые изменения в случае, если у нас не операция? Дело в том, что мы ожидаем, что нам в плюс эта опухоль на фоне лечения будет уменьшаться. И уменьшается степень воскулиризации опухоли. На представленном примере, да, у нас опухоль уменьшается, общий объем. Но сохраняется гипервоскулярная зона в тканях дна полости рта на границе с жевательной по заднему краю опухоли. Так могут выглядеть послучевые изменения. Нас смущает накопление контрастного препарата и изъеденность контура слизистая в этой зоне. Конечно, это не 100% показатель рецидива, но это та ситуация, которая позволяет забить тревогу и сказать, а из этой зоны желательно бы как-нибудь ее дообследовать. Другая ситуация. Пациент тоже с опухолью ротоглотки, опять же, с этой же стороны. Идет распад, все замечательно. Мы видим, что это жидкостной субстрат. Но мы должны проследить по всей протяженности и найти гипервоскулярный участок, то есть более солидный участок в этом распаде. Это нам удается. И мы можем сориентировать, конечно, в данном случае и хирургам, и специалистам эндоскопии. Будет сложно добраться, если они не знают, где конкретно искать. Массивные процессы. Понятно, что ожидает этого человека. Длительное лечение, потому что опухоль при начале лечения занимает всю полость рта, боковую стенку ротоглотки, конгломераты лимфоузлов. Пациент активно проходит лечение. Мы видим, что опухоль сокращается. Накопление контрастного препарата сохраняется еще в опухоли. Уже у нас прошло почти год после начала лечения. Мы начинаем визуализировать новый процесс, который идет уже вдоль жевательных мышц максимально. Но посмотрите, как нам расследить эту ситуацию? В тканях корня языка и дна полости рта у нас сохраняется ткань, которая имеет, даже не ткань, а формирование, которая имеет достаточно четкие контуры, интенсивно накапливает контрастный препарат. Но скорость накопления контрастного препарата, специалист, который этой проблемой занимается, он это визуально даже может отметить, она снижается. Это начинает как-то настораживать. Но если это рецидив, почему он очень медленно накапливает контрастный препарат? И в данном случае у нас есть подтверждение того, что на самом деле это послучевые, вот те фиброзные моменты, когда еще ткань накапливает контрастный препарат достаточно интенсивно, позволило нам показать, что несмотря на накопление, важно здесь не конечная точка, то есть Хаунсфилды сколько накопило данное формирование контрастного препарата, а как медленно это происходило, чтобы понять, что если это не в артериальную, не в венозную фазу, а в отсроченную и в позднюю, то тогда это больше данных за фиброз. Другая ситуация. Это наше злополучное отсутствие времени, чтобы контактировать друг с другом. Данная пациентка прошла операцию с сегментарной резекцией нижней челюсти с пластикой грудинно-ключенцесовидной мышцы по поводу опухоли слизистой альвеолярного отростка. И пациентка приходит на контрольное обследование. И что мы видим? В зоне операции именно топографически в проекции удаленной правой половины нижней челюсти все сходится, подкожно-жировая клетчатка четко, ткани мышцы все в пределах нормы, но поднимаемся вверх вдоль крыловидных мышц подвисочной ямки. Мы видим объем. Этот объем неоднородно накапливает контрастный препарат. Крыловидная ямка тоже у нас, крылонебная, то есть, извиняюсь, тоже у нас выполнена масс-эффектом. Что должен написать здесь здравомыслящий рентгенолог? Конечно же, подозрение на рецидив, таких-то размеров, но смущает что? Уж очень уж он большой. Клиника отсутствует, в истории не описано. Она же должна уже была быть. У пациентки жалобы тоже неявные. И оказывается, все-таки я совершила эту ошибку и написала подозрение на рецидив. Это привело к тому, что через 15 минут прибежал доктор. Как так, пациентка в слезах. Оказалось, что просто забыли внести в историю данные о том, что у пациентки идет остеомиелит, крыловидный отростка крыловидного, выходят кусочки костей. Конечно же, это приводит к тому, что есть воспалительная реакция и так далее, и тому подобное. Этой ошибки можно было бы избежать, если бы с вами был бы контакт все-таки почаще и более активный. Придаточные пазухи сразу и начну, и закончу. После оперативных вмешательств, после лучевых вмешательств, из-за того, что мы прекрасно знаем, как ведет себя поврежденная и растревоженная слизистая магнитно-резонансная томография, тот метод, которым этих пациентов нужно наблюдать. И это поможет нам на фоне отека слизистой визуализировать небольшие подозрительные участки, которые мы локализуем. Это поможет специалистам по фиброскопии более точно подойти и поставить точку в данном вопросе. Я уже говорила о том, что когда есть дефекты тканей, мы ориентируемся на объем. Все прекрасно, но если это первое исследование, которое мы получаем, и у нас не с чем сравнивать, то, конечно, мы ориентируемся мало того, что на объем, плюс на контрастирование, повышено ли здесь, патологически ли оно повышено. Доделываем в таких случаях, если изначально не сделали МРТ, доделываем МРТ и подтверждаем, если к этому времени у нас нет подтверждения фиброскопии. Плоский стелющийся инфильтрат с патологическим накомплением контрастного препарата. Первое исследование после операции через 3 месяца. Другая ситуация. Тоже объем, тоже повышенная восколеризация. Ни у кого не возникнет сомнения, что это никакая невисочная мышца, которая перемещена, чтобы закрыть дефект. Это рецидив. Когда же у нас возникают сложности? Когда подозрительные участки слишком малы. Когда они располагаются в той зоне, где есть отек после лучевой терапии. Это боковая поверхность языка. Все было бы замечательно. Опухоль была в передней небной дужке. А сейчас у нас на границе корня и средней трети. Есть такой вот выступающий компонент. Вот стрелочки его показывают. Подозрительно. Врачи не описывают. Мы указываем. И начинается борьба. Попытка биопсии не увенчалась успехом. Мы не отступаем. Мы должны пройти по этапу. Следующим этапом у нас магнитно-резонансная томография. Использование методик магнитно-резонансной томографии. Опять же указывает на то, что так выглядит что-то очень подозрительное. Если не выраженное воспаление, то опухоль. Это видно при терм-режиме, при диффузии, которая достаточно чувствительна к таким вещам. Но у них есть свои особенности из-за артефактов от дентальных конструкций, от дыхания пациента. И на основании этих данных мы можем уже с большей убежденностью сказать, что здесь все признаки за рецидив. Давайте доказывайте. То же самое я показала только уже на больших размерах процессе. Как работает DVI, как работает IDC. Это возможности исследования. Контрастный препарат здесь не нужен. И практически последний слайд. Те ситуации, когда пациент наблюдается в клиниках, в частных клиниках, в котором нет такого потока пациентов с патологией головы и шеи. И не соблюдаются правила, которые установлены в крупных центрах обследования больных в период послеоперационных. И пациент прошел исследования в незначительные сроки после операции в течение месяца. И зоны гиперваскулярные были расценены врачом как рецидивы после операции, быстрый рецидив. Ну и, конечно же, при оценке этих изменений стало понятно, что это всего лишь ранние постоперационные изменения. Если нам все так понятно, как могут меняться ткани после операции, после лучевой терапии, что все-таки почему у нас не повышается процент чувствительности, специфичности тех исследований, с которыми мы работаем. Ну, наверное, Вселенная у нас не очень справедлива, любит пошутить, как и я. Заключение. Самое главное стоит вторым пунктом. Это наличие базовых исследований. Что такое базовое исследование? Это исследование желательно после воздействия, будь оно оперативное, будь оно химиотерапия и лучевая терапия. Считается, что это первое должно быть выполнено не раньше трех месяцев после окончания данных процедур, о которых мы с вами говорили. Крайне важно иметь результаты осмотра и клинических проявлений пациента. Это тоже большое значение влияет. И все-таки, несмотря на то, что здравый смысл возобладает скоро и уже как бы он к этому стремится, и магнитно-резонансная томография набирает обороты, и уже не пациенты с патологией головы и шеи обследуются на этих аппаратах, все-таки КТ продолжает считаться пока что базовым. И в случаях, если по компьютерной томографии обязательно с внутривенным контрастируем, это даже не обсуждается, возникают вопросы, которые не могут быть поставлены точкой при осмотре пациента и при использовании эндоскопических исследований, то тогда мы прибегаем к магнитно-резонансной томографии или сразу к ПЭТ-КТ исследованиям. Потому что есть уже зарубежные работы, им уже по несколько лет, о том, что чувствительность ПЭТ-КТ в обследовании и контроле пациентов для исключения рецидивов, конечно же, выше, чем у магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Спасибо, спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Екатерина Леонидовна, пожалуйста, коллега. Спасибо за хорошую презентацию. Я пропустил или не слышал, я хотел просто уточнить. Вы сказали, что отек после радиотерапии, лечевой терапии или даже после операции вам мешает определить рецидив и так далее. Тогда скажите мне, пожалуйста, именно через какой-то срок мы, как клинист, как хирург, мы можем попросить МРТ или что-то для уточнения рецидива, если есть, то есть по сроку. Смотрите, МРТ, отек мешает, и есть пациенты, у которых он будет мешать теперь всегда. Это касается ротоглотки особенно. После лучевой терапии? Да, это может не уйти. Но в первые сроки, почему три месяца даны? Как раз это тот период, когда именно выраженность отека, которая может приводить к накоплению контрастного препарата, она большая. Через примерно три месяца, если это не индивидуальные особенности пациента здесь, то тогда у нас отек становится, условно мы его называем, зеркальным, то есть он пониженной плотности, но при МРТ он яркий, и любой, ну не любой, опять же, но мы сейчас говорим об идеальной ситуации, рецидивные процессы будут визуализироваться как мягкотканный компонент, если отек у нас в Т2 яркий, то мягкотканный компонент будет серым. И вот это позволяет, разница в цветовой как бы гамме, если так можно выразиться, позволяет нам это все визуализировать. Но до периода, когда все это еще остро, у нас сомнений намного больше. Спасибо. Для всех областей три месяца это достаточно. Ну это не я решила, да, считается в среднем да. Так, пожалуйста, коллеги. Да, вот туда, на правый фланг. У кого окажем, Екатерина, не подскажете? Громче, микрофон. На ваш взгляд, по вашему опыту, какая методика наиболее приемлема в контроле диагностики рецидивных опухолей наружного и среднего уха? Я говорю об операциях, которые условно можно назвать органосохранными. Это субтотальная петрозактомия, расширенная радикальная операция. Потому что всегда очень разные данные в ходе МРТ и КТ исследований. Я соглашусь, потому что все зависит от специалиста, которым этим занимается. Врачей, которые, диагностов, которые занимаются обследованием и контролем таких пациентов, их немного. И между собой они на самом деле спорят. Потому что я знаю одного прекрасного специалиста, который утверждает, что это МРТ, и знаю другого, который говорит, что без КТ я МРТ никогда не назначу. Поэтому это немножечко... Ну спасибо за вопрос. Продолжение следует...